Узнать работу палецких художников, наверное, сможет каждый Ивановец. Манера изображения, которую мы знаем сейчас, возникла в 20-е годы прошлого века. Основы системы художники черпали из икон. Отсюда удлиненные пропорции, особая пластика фигур и работа с пространством. Только вместо деревянной поверхности иконной доски – папье-маше. Выставка работ палецких творцов открылась сегодня в художественном музее. Жизнь внесла новые ритмы, новые сюжеты. И поэтому появились песни, сказки, вылины, какие-то современные темы, даже какие-то политические, социальные темы. В общем-то, все. Многое очень оказалось подвластно палецким художникам. Федор Булдаков – продолжатель династии палецких художников. Самый молодой автор выставки. В этом году он окончил художественное училище. Планирует продолжить образование в столице. На третьем курсе он, вдохновившись биографией Павла Первого, создал такую шкатулку. Федор не понаслышке знает о проблемах, сопряженных с творчеством палецкого художника. Проблема, как всегда, в деньгах. Потому что найти кого-то, кто будет покупать, трудно. Сейчас обычно все иконы пишут. В этом вся суть. Мне бы хотелось заниматься вот этим делом, лаковой миниатюрой, но здесь вот такая вот проблема есть. Тем не менее, в иконопись уходят не все. Палихские творцы четырех династий остаются верны классическим сюжетам миниатюры панно – фольклорным мотивом. Мастеров вдохновляют былиные сказки, воплощают которые они в классической манере темперными красками, добавлением позолота и используя технику плавий, чтобы создать перламутровый блеск. Вдохновляет меня то, что сама история Палиха, ее природа, старшие поколения, которые создавали такие прекрасные работы, которые мы видим в нашем музее Палихском. Вот участвовать на этих работах, когда я учился, меня это все вдохновляло. Эту экспозицию работники музея называют «Блиц». Насладиться работами прославленных династий Палиха ивановцы смогут только в течение 10 календарных дней. Закроется выставка уже 1 декабря. Для того, чтобы постичь и влюбиться в Палихскую живопись, осталось не так много времени.